Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим вебинар, который посвящен теме «Физиология желчеводящей системы» и поговорим о дискинезии желчеводящих путей. Но прежде чем мы начнем разбирать вебинар, я хочу поприветствовать вас от компании «Ведопульс» и от себя лично, урача и менеджера компании «Рчбасова Елена». Итак, прежде чем мы подступим непосредственно к конкретной нозологической форме, немножко с самого начала, то есть это анатомия и физиология этой системы. Итак, что же такое желчеводящая система? Желчеводящая система непосредственно у нас ассоциируется с печенью и желчным пузырем. Сегодня конкретно о функциях печени и ее строении и о том, какие задачи она выполняет в организме, мы говорить не будем, этому будет посвящен следующий вебинар. А конкретно будем говорить о системе желчевыведения. Так что же относится к этой системе? К ней относятся, прежде всего, желчные капилляры, и мы сейчас увидим, что это такое. Это так называемые септальные капилляры. От слова септа это стенка. Междольковые желчные протоки. Затем эти протоки правый и левый, так как печень состоит из двух долей, правой и левой. Соответственно, каждая доля имеет свой проток. Соответственно, левые и правые протоки, они объединяются в общий печеночный проток. Общий печеночный проток будет соединяться уже непосредственно с протоком желчного пузыря. И в итоге образуется единый общий желчный проток, который и открывается в просвет 12-перстной кишки. Ну, вот здесь схематично показано, но более подробно мы увидим на других слайдах. Итак, структурной единицей печени является так называемая печеночная долька. Что же это такое? Значит, и таких вот единиц печеночных долек в печени человека очень много. Как вы видите, их примерно около 100 тысяч. Каждая долька, вот она здесь представлена на слайде, вот это вот образование, если вот так присмотреться, то каждая печеночная долька, она имеет форму шестигранник. Печеночная долька состоит, соответственно, из печеночных клеток. Печеночные клетки называются гепатоциты. От слова гепато-печень, цит-клетка. В центре каждой печеночной дольки формируется, значит, не формируется, находится вена. И, соответственно, от центра этой вены расходятся печеночные клетки. И вот образуют непосредственно вот такую вот структуру, печеночную дольку. Итак, образующаяся желчь в дольках, она поступает в систему канальцах. Вот здесь показан желчный каналец. А затем уже непосредственно они объединяются и в желчные протоки правой-левой и выводятся из печени. Ну вот здесь совсем схематично показано, как устроена у нас желчевыводящая система. Итак, давайте разберем и посмотрим уже непосредственно здесь на рисунке. Желчный капилляр – это самая простая, да, начальная структура. Желчь поступает на периферию дольки. Дальше это, как мы сказали, септальные желчные протоки. Они сливаются в междольковые желчные. И вот посмотрите, вот уже более крупное образование. Это правый печеночный проток и левый печеночный проток. Причем они совершенно не выражены, так скажем, длины. Примерно где-то правый короче, это примерно где-то 1 см. Соответственно, левый в 2 раза деньше, это 2 см. И вот они сливаются. Вот место слияния – это уже общий печеночный проток. У него длина будет несколько больше, примерно где-то до 3 см. И вот этот уже общий печеночный проток, он находится за пределами печени. То есть здесь, если первые 2 протока еще находятся непосредственно в самой структуре печени, то это уже за пределами печени. И это очень важно, потому что анатомия желчеводящей системы, она предопределяет и в дальнейшем функцию. Итак, теперь посмотрите, есть у нас еще желчный пузырь. Это непосредственно резервуар желчи. И от желчного пузыря отходит пузырный проток. И вот соединение, соответственно, общего печеночного и пузырного протока образует уже общий желчный проток. Вот он большой. Соответственно, это уже такое вот образование, которое открывается в просвете 12-перстной кишки. И выделяющаяся через него желчь принимает непосредственное участие в процессах пищеварения. Вот давайте посмотрим, как особенности, как происходит слияние двух протоков. Это общего печеночного и пузырного. Нужно сказать, что есть особенности движения желчи, связанные с тем, что желчь накапливается в желчном пузыре. Вот он, да, резервуар. И желчь может двигаться по пузырному протоку в двух направлениях. А почему такое происходит? Итак, желчный пузырь, вот он, да, своим протоком соединяется с общим желчным протоком. И тогда, когда желчи не нужно выделяться в 12-перстную кишку, она спокойно поступает в желчный пузырь, где и, так скажем, депонируется. А тогда, когда желчь выделяется уже непосредственно в кишечник, то по, соответственно, пузырному протоку желчь сдвигается уже в обратном направлении и выходит в общий желчный проток и непосредственно уже выделяется в кишечник. Вот такое вот двухстороннее движение желчи связано с тем, нуждается ли на данный момент механизм пищеварения в желчи, либо не нуждается. Желчь у нас не постоянно выделяется в просвет 12-перстной кишки. Это происходит только по мере необходимости. Вот посмотрите, значит, общий желчный проток, который попадает в 12-перстную кишку, так скажем, его работу контролирует так называемый сфинктер, сфинктер, который называется сфинктер-одди. Что такое сфинктер? Ну, это мышечный жом, другими словами, то есть мышца, которая сокращается при необходимости и не пропускает желчь, либо расслабляется и, соответственно, желчь тогда легко оттекает в 12-перстную кишку. Так вот, желчь нужна в 12-перстной кишке только во время поступления пищи, то есть только в процессе пищеварения. Если же идет, вернее, отсутствует пищеварение, да, то есть в состоянии голода, голодания, ну, или вообще вне приема в пищи, желчь не поступает, то есть этот сфинктер спазмирован и он не пропускает желчь. Но печень постоянно продуцирует желчь, круглые сутки, и днем, и ночью, и когда мы едим, и когда мы спим, и когда мы бегаем, образование желчи происходит круглосуточно. Печеночная клетка живет и продуцирует желчь постоянно. Значит, желчь, образовавшаяся в печени по протокам выходит в желчеводящие пути, но путь ее в 12-перстную кишку пока закрыт. Куда же ей уходить, куда ей деваться? И вот тут-то она как раз и уходит непосредственно в желчный пузырь, где и накапливается. Как только начинается процесс пищеварения, пища поступает в желудочно-кишечный тракт, особенно мы сейчас проговорим те продукты, которые стимулируют желчеводеление, то тогда сфинктер открывается и желчь, так как нужно ее в процессе пищеварения много, то она вот, пожалуйста, она находилась в желчном пузыре, она теперь свободно отсюда выделяется и поступает в нужном количестве. Таким вот образом происходит регуляция желчеводеления из желчного пузыря. Теперь непосредственно немножко про сам желчный пузырь. Вот, посмотрите, вот он так выглядит, желчный пузырь, такой имеет грушевидную форму. Желчный пузырь на самом деле очень-очень небольших размеров и может себя вмещать примерно где-то около 30-50 миллилитров желчи. В то время, как желчь в течение суток у человека, вне зависимости ни от чего, продуцируется в объеме примерно где-то литр, литр 200, литр 500. И даже при таких ситуациях, когда человек ест мало, либо совсем голодает, либо ест продукты, которые не нуждаются в выделении желчи, все равно желчь в таких количествах вырабатывается. И куда же ей одеваться, если, соответственно, сфинктер оди закрыт? Она, конечно же, поступает в желчный пузырь. Но желчный пузырь не может вместить полтора литра желчи объема. Что же здесь происходит? А здесь с ней происходит процесс концентрирования. Стенки желчного пузыря очень хорошо кровоснабжаются, и поэтому жидкая часть желчи соответственно реабсорбируется, то есть всасывается в кровеносное русло, и таким образом в просвете желчного пузыря образуется очень-очень концентрированная желчь. Вот посмотрите, если сравнить концентрацию желчи, та, которая находится в печени, и та, которая находится в желчном пузыре, то пузырная желчь концентрирования примерно в 10-20 раз, в зависимости от того, как долго она там находилась. Все, произошел прием пищи, сфинктер оди расслабляется, а стенка желчного пузыря должна наоборот сокращаться. Нужно сказать, что и сфинктер, и стенка желчного пузыря это гладкая мышечная клетка, но посмотрите, они работают совершенно в разнонаправленных режимах. Значит, сфинктер должен расслабиться, а стенка желчного пузыря должна сократиться, для того, чтобы протолкнуть желчь непосредственно в пузырный проток, а затем уже и в общий желчный. Ну, вот так вот слаженно происходит работа, и в результате чего желчь текает двенадцатоперстную кишку. Ну, и сразу хочу немножечко здесь сказать, вот эта слаженная работа по движению желчи, по контролю ее выделения в кишечник, либо наоборот не выделения, вот эта регулирующая роль, это все тоже вегетативная нервная система, то есть работа, как мы постоянно разбираем симпатическая и парасимпатическая нервная система. Соответственно, можно уже сразу предположить, что дисфункция вегетативной нервной системы может привести к нарушению этой моторной функции движения желчевыделения и может привести к развитию каких-то заболеваний, связанных с дискинезией. Итак, что же активирует выделение желчи? Хотелось бы остановиться на определенных продуктах, которые стимулируют выделение желчи. Еще раз хочу сказать, не желчеобразование, которое осуществляется клетками печени, а именно желчевыделение. Желч, она необходима для усвоения жиров, поэтому соответственно любые жирные продукты будут являться стимуляторами желчевыделения. Ну, прежде всего это растительные масла, самые различные. Если посмотреть на специи и приправы, то среди них есть также стимуляторы желчевыделения, к ним относятся, как мы видим, имбирь, корень цикория, мята. Соответственно, добавление этих специй в продукты питания может стимулировать желчевыделение. Есть такое понятие, как желчегонные напитки, но правильнее сказать, это желчегонные соки, соки овощей. Ну, вот, на первом месте выделяется сок свеклы, это сок черной редьки, свежей капусты, сок, сок репы, вот они обладают желчегонным действием. Ну, и, конечно же, те продукты, которые мы употребляем каждый день, практически, да, может быть, даже несколько раз в день, то, конечно же, это жирные продукты, ну, теперь это уже животные жиры, это сливочное масло, это любые молочные продукты, кисломолочные продукты, это мясные продукты, это рыба, и, соответственно, конечно же, яйца, особенно желток и яиц обладают очень выраженным желчегонным действием. Вот приемы этих продуктов способствуют тому, если мы еще раз вернемся вот к этому слайду, что сфинктер, вот Одди, который находится на границе, в месте впадения протока общего желчного двенадцатоперстного кишку, он открывается, и желчь свободно поступает в кишечник, и она как раз необходима для того, чтобы усваивались эти самые продукты, которые поступают в кишку. Итак, теперь мы немножко должны сказать, что же из себя представляет желчь. Желчь, обратите внимание, состоит практически на 97-98% из воды, и только 2% это сухой остаток. Ну вот, нас в основном, конечно, интересует этот сухой остаток, то есть, тоже в него входит. Ну, основным компонентом желчи являются желчные кислоты. Следующий компонент это желчные пигменты. Желчные пигменты, такой пигмент, как билирубин. Этот пигмент является продуктом обмена, продуктом распаза гемоглобина. Это непосредственно того субстрата, который находится у нас в эритроцитах. И вот за счет наличия билирубина желчь приобретает вот такую вот характерную окраску. Соответственно, желчь, которая находится в печеночных протоках, то есть в самой печени, она имеет такой вот золотистый янтарный цвет. Если же посмотреть на желчь, которая находится в желчном пузыре, и там она уже сконцентрированная, то там желчь приобретает вот как здесь показано такую оливковую окраску, даже зеленоватую, мутную, такую зеленоватую оливковую окраску, за счет того, что она концентрируется. Следующий компонент желчи это холестерин, неорганические соли, то есть по минеральному составу желчи очень богато, там есть соли, кальций, надрия, натрия, магний, фосфат, медь, конечно же это продукты обмена, в частности это мочевая кислота и даже витамины содержатся в желчи. Но основным компонентом желчи, которые принимают участие в процессе пищеварения являются конечно же желчные кислоты. Желчные кислоты, те которые изначально продуцируются в клетках печени это кислоты которые называются холевая и хенадезокси холевая кислота так называем первичные в дальнейшем эти первичные желчные кислоты соединяются с аминокислотами в печени такими как глицин и таурин и уже образуются соли соли соответственно допустим таурохолевой кислоты а затем когда желчь поступает в кишечник то есть там происходит взаимодействие желчных кислот уже непосредственно с микрофлорой и образуются уже так называемые вторичные желчные кислоты и вот это очень важно потому что желчные кислоты помимо того что они принимают участие в процессе пищеварения существует так называемый кишечно-печеночный круг движения желчных кислот то есть выделившись в кишку часть желчных кислот принимает участие в пищеварении затем двигается по кишечнику в совершенно естественном направлении а часть желчных кислот где-то процентов 15 обратно всасывается в кровоток обратно возвращается к клеткам печени и стимулирует уже образование желчи не выделение а образование и получается такая очень интересная сложная система регуляции когда желчь сама стимулирует свое собственное образование то есть чем больше желчных кислот обратно возвращается в кровоток тем более активно идет продукция вновь желчи печеночными клетками итак какую же функцию выполняет желчь ну прежде всего желчь принимает участие за счет желчных кислот принимает участие в эмульгировании жиров и сейчас на последующем слайде мы увидим что это такое это основной этап воздействия на те жиры которые мы съели если жиры не будут эмульгированы если по какой-либо причине желчи недостаточно выделяется в кишечник то жиры не будут подвергаться воздействию фермента такого как липаза и соответственно они не будут вообще усваиваться организмом поэтому процесс эмульгирования жиров очень необходим далее вот это вот эмульгирование жиров создает все условия для того чтобы работала поджелудочная липаза кишечная липаза это ферменты да само название липаза фермент который работает с липидами но помимо того что в кишечнике идет гидролиз жиров в дальнейшем идет также еще образование мицел здесь тоже принимают участие желчные кислоты а мицел это уже то образование которое будет непосредственно всасываться всасываться то есть из просвета кишки вот такая вот мицелла устроена таким образом что внутри находится капля жира аппериферии желчные кислоты и они как челночный механизм перетаскивают липиды через кишечную стенку в клетку кишечника в энтероцит а уже оттуда в виде хиломикрон будет непосредственно липиды поступать в лимфатическое а затем в кровеносное русло далее желчь принимает участие в стимуляции моторики кишечника то есть моторная функция создается за счет желчи как я уже сказала идет желчеобразование то есть холерез за счет обратного всасывания желчных кислот и желчь обладает бактерицидной функцией бактерицидная функция да то есть в норме желчь должна быть стерильна то есть предотвращает развитие каких-либо ну бактериальных гнилостных правильнее сказать процессов которые могли бы развиваться в кишечнике вот теперь давайте посмотрим на следующем слайде что же происходит у нас с жирами тогда когда они поступают в кишечник вот такая вот большая капля жира поступила в кишечник съели допустим не знаю там сливочное масло к примеру соответственно при воздействии желчных кислот эта капля жира дробится вот посмотрите за счет липофильных концов желчной кислоты желчные кислоты как бы встраиваются непосредственно в саму вот эту вот жировую молекулу и дробят ее на много-много мелких а гидрофильная поверхность остается снаружи и вот теперь такая эмульгированная капля жира она получается водорастворима и с такой каплей жира теперь уже будут работать липазы панкреатическая то есть поджелудочные железы и кишечные и в результате гидролиза образуются из сложной молекулы жира продукты гидролиза то есть составляющие непосредственно уже жирные кислоты то есть мономеры те компоненты которые будут в дальнейшем всасываться но они тоже сами по себе через стенку кишечника пройти не могут и поэтому желчные кислоты принимают участие в образовании как мы сейчас с вами сказали желчные кислоты мицеллы которая перетаскивает их в клетку кишечника а из клетки кишечника уже посредством хиломикрон а это образование уже с белками жиры будут всасываться непосредственно в лимфатическое русло ну вот все что мы с вами сейчас сказали роль желчи она так скажем многозначительна в процессе пищеварения вот выражена на представленном слайде давайте буквально очень быстро про него пройдемся поэтапно и вообще нужно сказать что вся система пищеварения это такой некий конвейер по воздействию целая химическая лаборатория по воздействию ферментов на те компоненты пищи которые мы потребляем с пищей итак вот жиры попали в желудок вот желчный пузырь с общим желчным протоком 12-перстную кишку обратите внимание что сюда же в 12-перстную кишку будет открываться еще и проток поджелудочной железы со своими ферментами сок со своими ферментами желчь воздействует на жиры затем участвует липаза с этими жирами взаимодействуют образуются мицеллы проникают в клетку образуются хиломикроны то есть это те образования жиров которые связаны уже с белками но хиломикроны они крупные образования и соответственно в кровеносное русло сразу проникнуть не могут проникают в лимфатические сосуды а уже затем сбрасываются непосредственно в кровеносное русло это венозная систему таким образом у нас усваиваются жиры они попадают в кровь зачем же они нужны ну прежде всего жиры непосредственно уже всасываются в клетки клетки нашего организма и прежде всего допустим всасывание идет в мышечные клетки миоциты где жирные кислоты которые образовались в ходе гидролиза жиров они необходимы для того чтобы там образовывалась энергия мышцы скелетные мышцы необходима энергия то есть используются как энергетический материал это основное предназначение жиров ну если жиров поступает много то они тогда откладываются будем так говорить про запас откладываются они в клетках жировых ну и по мере необходимости затем будут тратиться опять же с выделением энергии вот основной путь движения желчи вот основной состав желчи и соответственно основные функции которые выполняет желчь ну вот если эта функция по выделению желчи нарушается то развиваются определенные неприятные моменты и один из них называется дискинезия желчевыводящих путей дискинезия нарушения движения желчи соответственно дословный перевод то есть дискинезия желчеводящих путей это заболевание которое связано с нарушением моторики желчного пузыря и желчных протоков и как следствие нарушается поступление желчи в 12-перстную кишку и нарушается в целом вся функциональная система пищеварения так вот нарушение желчи выделение желчи в кишечник может быть так скажем связано с несколькими причинами посмотрите значит дискинезия желчеводящих путей можно разделить как на гипокинезию да и на гиперкинезию что такое гипокинез гипоэтомалокинезис это движение то есть при гипокинезии будет наблюдаться недостаточное поступление желчи каким будем сейчас разбирать что может к этому привести а гипокинез то есть это чрезмерное движение активное движение то есть наоборот идет избыточное поступление желчи тогда даже когда этого и необходимо но желчи будет выделяться без необходимости в больших количествах и так дискинезия желчеводящих путей по гипоэтомалокинезис тоническому типу это та ситуация когда плохо работает желчный пузырь ну так вот плохо работает желчный пузырь то есть вялый желчный пузырь и соответственно нарушается пассаж желчи и выделение желчи это вот желчный пузырь растянутый допустим нарушена сократительная способность его стенке соответственно он плохо сокращается, плохо выделяет желчь, даже несмотря на то, что она необходима в процессе пищеварения. Плохо желчь отделяется, но так как желчь-то продуцируется постоянно, то желчь поступает в желчный пузырь, и он переполняется желчью, и это опять же способствует его дальнейшему растягиванию и усугубляет процесс его сокращения. Значит, вот эта ситуация, когда мы говорим гипотонический тип, нарушена сократительная способность, то есть вялость определенная мышечной стенки желчного пузыря, чем это сопровождается, то есть какие такие есть симптоматические проявления. Ну, прежде всего, человек будет испытывать тяжесть. Тяжесть, допустим, чаще всего в правом потребении, связанную, как правило, с приемом пищи. Значит, могут быть ноющие боли, ну, то есть такие, можно сказать, регулярные ноющие, тупые, как правило, болевые проявления. Это тошнота, это может быть рвота и, соответственно, состояние пиаренаполнения. Почему? Потому что человек съел, жирные продукты должны усваиваться, а они не усваиваются. Плюс желчи выделяется в кишку мало, соответственно, нарушается моторная функция. И в 12-перстной кишке происходит как бы застой, ну, уже химуса, да, того общего субстрата, который туда поступил из желудка. То есть там происходит застой пищи и, соответственно, отсюда вот такое вот состояние тяжести и дискомфорта. Следующий вариант – это дискинезия желчеводящих путей, наоборот, по гипертоническому типу, гипертонус, то есть повышенная мышечная активность. Здесь, наоборот, ситуация проявляется тем, что желчный пузырь, он спазмирован. То есть мышечная оболочка так сильно сокращается, причем сокращается практически всегда, то есть спазм определенный. И нарушается за счет этого спазмирования отток желчи из желчного пузыря. Желчь необходима для усвоения пищи. Она есть, но она не может, да, так скажем, пассаж ее осуществляться, потому что там вот в желчном пузыре такой спазм. Чем это состояние проявляется? Это состояние проявляется другим характером болей. Это прежде всего коликообразные боли, острые боли. То есть разница между гипертоническим, там ноющие тупые, то при гипертоническом это такие острые боли в подреберье. И эти боли, как правило, у пациентов отдают в правую половину тела, как правило, в правую лопатку и даже вот в область правой ключицы. Но особенно если доктор смотрит на определенные точки воздействия, то в область правой ключицы, как правило, происходит радиация. И также это все эффекты диспепсии, то есть связанные с усвоением пищи. Это может быть изжога, да, это может быть тошнота и также может быть и рвота. Вот это проявление дискинезии по гипертоническому типу. В общем, да, значит, общие проявления дискинезии и желчевыводящих путей, вот помимо тех проявлений, которые мы сейчас увидели, связанные с нарушением усвоения пищи, теми проблемами, которые будут со стороны желудочно-кишечного тракта, как правило, есть еще симптоматика, которая связана с изменением, ну, будем так говорить, эмоциональных проявлений, общего эмоционального фона, общего состояния человека. Как правило, это сопровождается симптомами невроза. Такие люди раздражительны, значит, все раздражает, выводит из себя, мнительны, соответственно, ну, страдает, да, психика, быстро устают, может быть повышенная возбудимость, которая проявляется с тем, что человек не может уснуть, плохо спит, быстро просыпается, перепады настроения, потливость, сердцебиение. И вот эти все проявления, которые мы сейчас назвали, это все нарушения вегетативного статуса, и сердцебиение, и потливость, и быстрая утомляемость, и перепады настроения, то есть это нарушение вегетативного статуса, то есть дисбаланса между симпатической и парасимпатическими отделами вегетативно-нервной системы. Каковы же причины дискинезии желчеводящих путей? Ну, их условно делят на две категории. Первая – это первичная причина. Вот, как видите, эта причина, она связана с врожденными какими-то пороками развития желчеводящих путей. То есть изначально ребенок родился, и у него нарушена анатомия желчеводящих путей. Вот, посмотрите, здесь приводятся примеры, что относится к этой аномалии. Это может быть двойной желчный пузырь, и, соответственно, пассаж желчи будет явно нарушен. Это могут быть различные перетяжки, перегибы как самого желчного пузыря, так и желчных протоков. Это может быть сужение желчного пузыря. То есть такие вот врожденные аномалии будут способствовать тому, что желчь будет плохо выделяться, и в связи с этим будет нарушаться и система, вся система усвоения пищи. Если же мы говорим о вторичных причинах, приводящих к дискинезии желчеводящих путей, то этому могут способствовать самые различные заболевания. Ну, на первом месте это, конечно же, заболевания самого желудочно-кишечного тракта. В начале, допустим, это гастродуаденит. Дуаденит, это воспаление 12-перстной кишки, может привести к воспалительным процессам желчеводящих протоков, и отсюда нарушается работа их функции. Посмотрите, это действие гормона прогастерона при беременности. Гормон прогастерона, это вообще гормон беременности, его условно называют. Его основная задача, этого гормона, снизить тонус гладких мышц. И это нужно для вынашивания плода. Ну, вот может произойти такое, что снижается тонус гладкой мускулатуры, допустим, из желчеводящих путей, и может такая ситуация и сохраниться. Значит, и при беременности, ну, как правило, при беременности, и, соответственно, после беременности, когда гормональный фон восстанавливается, ситуация может, ну, либо уйти, либо может все равно привести к развитию дискинезии. Это могут быть какие-то эндокринные заболевания. Заболевания, связанные в целом с нарушением обмена веществ. Ну, и на первом месте, конечно же, хочется назвать такое заболевание, как сахарный диабет. Это различные аллергические реакции. Как правило, это пищевая аллергия, которая может способствовать развитию нарушения оттока желчи. Это прием гормональных противозачаточных средств, опять же, связанная с гормональным фоном. Это паразиты. Паразиты непосредственно те, которые живут в протоках желчеводящих путей. И здесь хотелось бы остановиться на таких паразитах, как лямбли, и, соответственно, паразитах, которые передаются с приемом рыбы. Честно говоря, вылетело. Сейчас я вспомню, как эти паразиты называются. Назову их. И, соответственно, это заболевания печени. Допустим, это вирусные гепатиты, самые различные А, Б, С, Д. И хочу сказать, что следующий вебинар, который состоится уже в декабре месяце, не следующий, а в целом будут вебинары посвящены проблемам печени. Один из вебинаров будет полностью посвящен вирусным гепатитам. И, конечно же, это наследственная предрасположенность. Я сейчас вспомнила, как называется второй паразит. Это аписторхисы. Аписторхисы, которые передаются с рыбой, это наиболее актуально для тех жителей, которые живут в эндемичных районах. Это, как правило, бассейны рек Западной Сибири. Рыба практически вся инфицирована аписторхиями. И поэтому, соответственно, при плохой термической обработке очень легко можно заразиться этим заболеванием. Аписторхозом оно называется. Если же мы немножечко рассмотрим проблему дискинезии желчеводящих путей с точки зрения китайской медицины, традиционно китайской медицины, то нужно сказать, что причиной этого заболевания является дисбаланс энергии ЦИ в меридиане печени и желчного пузыря. А нарушение баланса этой системы, посмотрите, происходит из-за стрессов, соответственно, злоупотребление алкогольными напитками и нарушение диеты. То есть это, опять же, злоупотребление жирной, острой, соленой пищей. Это копчение, это очень сильно пережаренная пища. То есть это все способствует, ну, является предрасполагающими, так скажем, факторами развития дискинезии. Ну, если мы сегодня говорим о дискинезии, то есть нарушении пассажа желчи, то хотелось бы остановиться на тех осложнениях, которые может привести это заболевание. И остановиться на двух таких наиболее распространенных вариантах осложнений. Это прежде всего холецистит и желчно-каменная болезнь. Что такое холецистит? Холецистит – это воспалительный процесс непосредственно в самом желчном пузыре. То есть застой желчи может способствовать тому, что там может начаться процесс воспаления, инфицирования и, соответственно, вызвать еще и воспалительные проблемы. И второе осложнение, которое может привести дискинезия желчеводящих путей, это желчно-каменная болезнь. Вот на ней немножечко хотелось бы остановиться. Нарушенный пассаж желчи, застой желчи. Желчи очень сильно концентрируются и в результате чего могут образовываться так называемые хлопья, желчные хлопья, которые могут уплотняться и это приводить к камнеобразованию. И вот здесь на одном из вот этих вот рисунков видно наличие камней в желчном пузыре. Камни могут быть самые различные. Может быть, один большой камень, может быть, горсть мелких камней. И теперь еще наличие камней, конечно же, будет усугублять проблему, связанную с выделением желчи. Желчные камни, они могут находиться в желчном пузыре очень долгое время. И вот одним из еще более сложных осложнений, но это уже как бы осложнение самой желчной каменной болезни, камень оказывает давление на стенку желчного пузыря, в результате чего может образовываться такое состояние, как пролежень стенки желчного пузыря. Нарушение целостности стенки желчного пузыря, что может привести к угрожающему жизни состоянию, такому, как перитонит. То есть выделение желчи через нарушенную, перфорированную стенку желчного пузыря в брюшную полость. Желчный перитонит может возникнуть. А вот посмотрите, камни могут не только находиться, да, вот как-то статично, они могут с током желчи выделяться по желчевыводящим путям. И вот здесь показаны камни уже непосредственно желчного протока, общего желчного протока. Это, как правило, мелкие камни, но эти камни могут двигаться и закрыть полностью просвет желчного протока. И тогда желчь вообще никак не будет отделяться. И вот эта ситуация, которая будет, конечно же, очень клинически ярко выражена, выражена, это будет приступом желчной колики. Чем же проявляется желчная колика? Она проявляется тем, что резко и очень остро возникает сильная боль в правом подреберье. То есть возникает эта боль внезапно. И помимо вот выраженного болевого синдрома в правом подреберье, конечно же, человек такой, пациент такой, испытывает чувство страха. Страха, значит, соответственно, на фоне этого страха начинается выраженная тахикардия, сердцебиение. Вот. И такой выброс идет гормонов стресса, что человек испытывает прямо вот, ну как, можно так сказать, а не менее конечностей. Это вот проявление желчной колики. Если говорить о профилактике, в целом, дискинезии желчеводящих путей, то на первом месте нужно выделить как бы предотвращение стрессовых ситуаций, негативных эмоций. Почему? Значит, здесь мы рассматриваем не только современные, да, медицинские подходы, но и аюрведические подходы к развитию этого заболевания, и подходы китайской медицины, и те знания, которые мы получили еще с древности. То есть, любая обида, которая окопится, раздражение, недовольство, они, как правило, приводят вот к нарушению оттока желчи. И вот здесь, в этом слайде, я привожу, ну как бы такой вот момент, который говорили еще люди в древности, древние врачи заметили связь, что если человек постоянно испытывает отрицательные эмоции, такие как гнев и раздражительность, то, соответственно, это сопровождается заболеванием со стороны желчеводящей системы. И таких людей раньше называли желчными людьми. И вот, наверняка, вы знаете типы высшей нервной деятельности, один из таких типов называется холерик, да, холерики, от слова холе, это желчь. И еще до нашей эры Гиппократам было подмечено, что это люди, которые обладают, ну, по его мнению, по тем представлениям, представлениям тех врачей, это черная желчь. Это как раз обида, гнев, раздражительность. Вот скопление этой черной желчи, соответственно, приводит к такому поведению соответствующему и проблемами, связанными с, в целом, системой пищеварения. Отток этой желчи, выброс этой желчи, ситуация улучшалась, состояние пациента тоже определенным образом нормализовалась. Поэтому вот первое профилактическое мероприятие, это по возможности избегать стрессовых ситуаций. Следующее. Следующее, хотелось бы остановиться на питании, потому что это немаловажно. Значит, правильное питание, это залог, во-первых, хорошего физического и психического здоровья. То есть, правильное питание, это, прежде всего, сбалансированное питание, которое включает в себя все необходимое по белкам жира, углеводам, по всем витаминам, наличие клетчатки. И, конечно же, вот здесь я привожу рисунок, что таким пациентам, у которых уже есть проблемы, да и вообще в целях профилактики, ну, вот такие вот продукты, которые мы называем фастфуд, да, они просто, ну, неприемлемы. То есть, питание при проблемах, связанных с желчеводелением, так называемая диета номер 5, это продукты, приготовленные на пару. Паровая диета, с исключением любых жареных, копченых, там, сильно пряных продуктов. И, конечно же, это физическая нагрузка, физическая активность, потому что гиподинамия способствует нарушению оттока желчи. поэтому разумные физические какие-то упражнения, они необходимы, ну, в целом, да, для поддержания общего жизненного статуса, а в свете сегодняшней нашей проблемы, конечно же, направлены и на отток желчи, правильный пассаж желчи по желчеводящим путям. Следующее, на чем хотелось бы остановиться, это непосредственно уже на фитокомпонентах, фитопрепаратах, которые применяются при лечении дискинезии желчеводящих путей. Но прежде всего нужно сказать, что активное применение нашли горечи, то есть горькие травы. они как раз пособствуют нормализацию оттока желчи, ну, будем так говорить, очищению крови и удалению желчи, соответственно, токсинов из печени. И вот это вот выделение отток желчи прежде всего, да, и накопление там токсинов, это уменьшает высокую питу. И мы с вами сегодня скажем, что заболевание печени и нарушение движения моторной функции желчеводящих путей это в основном всегда связано с выраженной высокой питой. Если говорить о западной фитотерапии, то к таким травам относятся такие травы, вот как здесь вот они представлены. Это горячавка, барбарис, одуванчик, золотая печать и если мы говорим о еще очень хорошем действием обладает китайская трава володушка. значит нужно обратить еще внимание на следующее, что для очищения и укрепления печени предотвращают застойные явления не только в плане застоя желчи, но и в эмоциональной сфере. Мы сегодня выяснили, что застой желчи и эмоциональный фон между собой очень сильно связаны, то здесь рекомендовано применять такие компоненты как куркума и барбарис. И если к этим компонентам в равных частях добавить еще и брами, то такой состав успокаивает как печень, так и ум. То есть влияет и на психоэмоциональное состояние. и вот такой состав, если его принимать, то у человека уменьшается тяга к сладкому, жирному и алкоголю. То есть как раз к всем тем продуктам, которые усугубляют состояние дискинезии желчевыводящих путей. Помимо трав для коррекции этого состояния также применяются еще и специи. И к специям относят такое мягкие специи. Вот посмотрите здесь это кориандр, фенхель, кумин, куркума, мята, муста, лимон, лайм. Они усиливают работу печени при вялости. Вот мы сегодня говорили о вялом желчном пузыре и застойных явлениях. И они стимулируют, улучшают аппетит. Соответственно их можно применять в качестве приправы к тем блюдам, которые готовятся, либо некоторые можно применять в качестве чая. Принимаются они либо с продуктами, которые готовятся, либо как самостоятельный напиток вне приема пищи. Еще также при этом состоянии дискинезии желчеводящих путей показаны те компоненты, которые, так скажем, те травы, которые обладают охлаждающими свойствами. Для чего охлаждающие свойства? Для того, чтобы погасить, снизить проявление огненных эмоций. Опять, да, мы говорим про эмоции. Значит, соответственно, что же к ним относятся? Такие, скажем, травы, которые обладают седативным действием, успокаивающим действием на нервную систему. Это, опять же, брами, шлемник, сандал, брин-гарадж. Да, соответственно, эти травы, которые обладают таким охлаждающим действием. Теперь хотелось бы остановиться на основных индексах аппаратно-программного комплекса «Видопульс», которые могут нам подсказать о наличии проблем, связанные с нарушением пассажа желчи. Но, прежде всего, мы обращаем внимание на модуль меридианы. И это меридиан желчного пузыря, 11-й меридиан, прежде всего, на него мы обращаем внимание, и меридиан печени. Но, значит, меридиан желчного пузыря, вот здесь я привожу такой скриншот, где мы видим, что 11-й меридиан находится в состоянии выраженного напряжения. Это говорит о наличии остроты процесса, о ярко выраженном процессе именно вот со стороны желчевыводящих путей. Если же это дискинезия по гипотоническому типу, связанная с вялостью моторной функции желчевыводящих путей, то и долго текущем заболевании, то этот меридиан может находиться и в состоянии истощения. Но об остроте процесса, конечно, свидетельствует его вот яркое такое напряжение. Следующая вкладка это, конечно же, вкладка неданная. Здесь мы обращаем внимание на субдоши. Первое, о чем хотелось бы еще раз остановиться, что проблема, связанная с желчевыделением, это прежде всего проблемы, присущие людям пито-типа конституции. Здесь ярко показано, что здесь пито-типа находится в дисбалансе. А затем на что нужно обратить внимание по субдошам это на состояние самановата, которая находится в состоянии истощения. Значит, самановата это та субдоша, которая непосредственно концентрируется в тонкой кишке. Это непосредственно та сила, которая управляет системой пищеварения. А более конкретно нужно сказать, что это та субдоша, которая отвечает за усвоение пищи. Так, если нарушен пассаж желчи, если нарушен отток желчи в 12-перстную кишку, усвоение пищи, конечно же, будет затруднено. И поэтому будет наблюдаться истощение самановата. И следующее, на что нужно обратить внимание, это на ранжака пита. Значит, ранжака пита это та субдоша, которая непосредственно связана с проблемами печени и желчевыделения. С продукцией желчи, выделением желчи. И, соответственно, в зависимости от ситуации, от остроты процесса, ранжака пита может находиться либо в состоянии напряжения, либо в состоянии истощения, то есть две крайности. И еще по пита, да, можно посмотреть на пачака питу. Пачака пита это непосредственно та субдоша, которая отвечает, так скажем, за огонь пищеварения. И если недостаточно поступает желчи в 12-перстную кишку, то огонь пищеварения будет снижен. Ну, очень неспецифическим проявлением являются показатели неданатхату. Ну, как мы обычно говорим, любой воспалительный процесс, любой острый процесс, как правило, проявляется тем, что рак татхату находится в напряжении. А также модуль биоэнергетика. Ну, вот, давайте посмотрим на данный пример. Ну, прежде всего, если посмотреть на, в целом, на мощность энергетического поля, то она здесь составляет 20%, и это говорит о каком-то выраженном напряжении, но если посмотреть по распределению энергии по системам, то это выраженное напряжение идет со стороны желчного пузыря. Вот, 65,2%, вот здесь, да, красный эллипс непосредственно увеличение в сторону проекции желчного пузыря, то есть из всего имеющегося энергетического потока идет его, скажем, мощное преобладание со стороны работы желчного пузыря, что, конечно же, говорит о каком-то мощном выраженном остром процессе именно связанном с процессом желчевыделения самого желчного пузыря и непосредственно желчных протоков. Ну, вот это основные, так скажем, индексы, которые мы можем посмотреть, оценить, плюс анамнез, плюс образ жизни, плюс жалобы, которые предъявляют пациенты, мы уже можем, так скажем, спрогнозировать какую-то ситуацию и дать непосредственно определенные рекомендации. На этом все, что я хотела рассказать сегодня. Благодарю за внимание, сейчас открываю вопросы. Валентина, можно при, я так понимаю, загибе желчного пузыря подробнее, пожалуйста, часто этим объясняют главную проблему. Ну, я как понимаю, что здесь хотят спросить, что загиб желчного пузыря это, как правило, анатомическая проблема, связанная, возможно, еще при пороках развития. Ну, конечно, если идет загиб желчного пузыря, вот здесь давайте посмотрим, перегиб, загиб желчного пузыря, то отток желчи, конечно, нарушается. Если человек съел, допустим, жирные продукты, желчи требуется много, импульсы поступают нервные на то, чтобы, значит, произошел отток желчи, а желчи есть в желчном пузыре, но она не оттекает. И, соответственно, за счет этого спазмирования выраженный такой вот болевой синдром. Поэтому здесь основное, что можно посоветовать, это, конечно же, диета и прием каких-то спазмолитических препаратов. А, что пить из препаратов, я вам конкретно сказать не могу, то есть это как бы не наша задача, да, называть какие-то препараты. А основное, это, конечно же, диета, и это умеренная физическая нагрузка. То есть, если есть такие проблемы, какие-то колоссально тяжелые физические нагрузки выполнять не нужно. Диета, про то, что мы говорили, да, избегать жирного, жареного, копченого, лучше всего то, что приготовлено на пару. Нет, отсутствие желчного пузыря может быть связано с высоким холестерином. Нет, холестерин это немножечко другой компонент, непосредственно холестерин это тот компонент желчи, который ассинтезируется, ну, с одной стороны клетками печени, с другой стороны его источником являются продукты питания. Про холестерин и его роль я буду рассказывать на следующих вебинарах, когда мы будем говорить непосредственно о роли печени. Но с отсутствием желчного пузыря это напрямую не связано. Как влияет на пищеварение отсутствие желчного пузыря? Конечно же влияет. Значит, мы сказали, что желчный пузырь является резервуаром для желчи. Да, вот я снова открою этот слайд. И здесь желчь накапливается и по мере необходимости, в зависимости от того, что человек ест, желчь выделяется в 12-перстную кишку. Давайте представим, что нет желчного пузыря и желчь, которая продуцируется круглосуточно, она постоянно, теперь уже нигде не накапливаясь, она постоянно оттекает в 12-перстную кишку. Ну, допустим, человек нарушил диету, хотя, если, соответственно, у него отсутствие желчного пузыря, диета ему рекомендована и в подробностях наверняка расписано. Если он нарушает диету и съедает что-то жирное, а на потребление жирного требуется большее количество желчи, при наличии желчного пузыря желчь легко поступает в необходимом количестве, а если желчного пузыря нет, этих дополнительных количеств желчи просто неоткуда взяться. И, соответственно, вот этот вот жирный продукт нарушается его переваривание и в целом усвоение. отсюда тяжесть и различные симптомы диспепсии. Ну, если вопросов больше нет, всем большое спасибо, всех приглашаю на следующий вебинар, и в следующем месяце я хочу сказать, что еще раз, что они будут посвящены проблемам печени, и там, может быть, я постараюсь ответить еще на какие-то дополнительные вопросы более глубоко, посмотрим на ее функции печени. Всем большое спасибо, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok